Вот этот рабочий процесс должен происходить каждый день до прихода журналистов, понимаете, общественников, администрации. И начинаете шутку? Хорошо, пойдемте, я вам покажу, что мы нашли. К приходу журналистов, общественников и покупателей сотрудники магазина были явно не готовы. На стеллажах лежали продукты, срок годности которых закончился. Смотрите, молоко. Все сегодня, в 2 часа ночи срок у него есть. То есть сегодня с утра вы должны были его снять. Молочный отдел магазина особенно отличился. В ходе проверки торгового зала общественники обнаружили несколько бутылок с просроченным молоком, питьевым йогуртом, а также просроченные глазированные сырки. Просто вот вечером не сняли, скажем так, продукцию, а утром еще не успели. У нас просто оператор молочного отдела сегодня выходная. Убрать просроченную продукцию с прилавка – прямая обязанность директора по свежести, который в этот раз со своей работой не справился. Теперь его ждет дисциплинарное взыскание. Общественники советуют покупателям проверять срок годности продукта перед покупкой. Но, как правило, это делает лишь молодежь. Всегда смотрю. Просто бывали случаи в других магазинах. И маленький ребенок плюс. Поэтому забочить о себе, о здоровье своих близких. Нарушения обнаружились и в овощном отделе. На некоторых лимонах, плесень, томаты давно утратили товарный вид. Для нас покупатель – это главное. Мы с ними работаем. Мы хотим, чтобы они приходили в наши магазины. И хотим, чтобы на наших полках всегда был свежий товар. Будет дисциплинарное взыскание. Ну и, естественно, проверка товара будет вестись в срок с тем графиком, который определен в данном магазине. Самарские покупатели отмечают – такие рейды играют роль. Просроченной продукции на прилавках супермаркетов стало меньше. Меньше. Тысяча процентов меньше. По всем магазинам меньше просрочки стало. За счет общественного контроля наверняка точно. Помимо общественников, магазины постоянно проверяют городские власти, специалисты Роспотребнадзора и городского департамента потребительского рынка. В этом году вынесено уже порядка 50 предписаний о выявленных нарушениях. В случае, если права считаете нарушенными, обращаться в администрации, в общественные организации, в органы полиции, надзора. То есть защищать свои права всеми возможными, доступными, законными способами. Надо просто продолжать работать и эту работу делать системной. То есть не ограничиваться одним-двумя рейдами с администрацией, а делать из этого систему и рейды проводить на систематической, постоянной основе. В отношении руководства магазина составили информационный лист, где указали все выявленные нарушения. Затем общественники направляют заявление в Роспотребнадзор и в суд. Как показывает практика, в большинстве случаев закон встает на сторону потребителя. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.